Введение в кошковедение. Часть 2. Эта кошка породы Корниш-рекс элегантная, экспрессивная и более чем экзотическая. Многие первый раз взглянув на кошку Корниш-рекс, говорят, что она похожа на пришельца в хорошем смысле. Радиоведущая Робин Куеверс, хозяйка Корниш-рекса и часто говорит об этой породе на шоу Говарда Стерна. Кошек Корниш-рекс часто называют кошачьими борзыми, потому что они длинные и худые. Может быть именно поэтому модельера Майкла Корза их две. Эти удивительные кошки очень похожи на манекенщиц или на египетские статуи. Но Корниш-рекс родом не из Египта и эта порода не древняя. На самом деле в 1950 году в Англии в графстве Корноу кошка на ферме родила нескольких котят. Один из которых был рыжебелым и шерсть была волнистая. Вот так появилась порода Корниш-рекс. Благодаря генетическим изменениям. Отличительная черта этой породы – короткая волнистая шерсть без внешнего защитного слоя. Поэтому когда их гладишь, они кажутся очень мягкими, у них очень гладкая шерсть. Изогнутая спина придает особое изящество в форме их тела. Обязательно должен быть изгиб позвоночника. Если у Корниш-рекса его нет, это неправильно. У таких кошек большие овальные глаза и уши, как у летучей мыши, которые довольно высоко посажены. У кошек слух развит гораздо лучше, чем у людей и даже лучше, чем у собак. У кошек за движение ушами отвечают 32 мышцы. Они могут поворачивать ушами в направлении звука в 10 раз быстрее, чем лучше сторожевой пёс. Только посмотрите. Над Манхэттенским Вестсайдом раннее утро и Уилфред с Мерлином готовы к фото крупным планам. Они похожи на скульптуры. Они так изящно выглядят. Дэвид Наттер настолько помешан на своих Корниш-рексах, что готов часами их фотографировать. Прости, Дэвид. Но его страсть к этим изящным кошкам заходит гораздо дальше. Я изображаю их на своих картинах, потому что они очень выразительны. От портрета матери Уистлера до Монэлизы Дэвид вписал морды Уилфреда, Мерлина и других кошек этой породы в многие знаменитые портреты. Необычная идея пришла к нему в голову внезапно. Мне как-то прислали смонтированные фотографии американских президентов в женской одежде. Они были очень забавными, и я подумал, я могу делать то же самое с кошками. Сначала он экспериментировал с задним планом. Но когда в первый раз наложил изображение кошачьей морды на известный портрет, он был восхищен. Я не мог остановиться, меня к этому тянуло, я не спал до трех часов ночи, монтируя портреты. Бывший работник типографии Дэвид сейчас хорошо зарабатывает на этих портретах. Отлично. У них удивительные глаза. Молодец. Вот эти должны хорошо получиться. Чтобы заставить кошек смотреть в объектив, требуется много терпения. Но четырехлетний Мерлин раньше участвовал в шоу и умеет принять правильную позу. Пока Дэвид копирует все фотографии на компьютер, Уилфред и Мерлин следят за работой их лучшего друга. Думаешь, хорошие фотографии получились? А ты что думаешь? Как только Дэвид выбирает портрет, он ищет на фотографиях выражение морды, которое бы лучше всего подошло. Супер. Нужно найти одну из сегодняшних, где кот выглядит скупым. Нет. 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 Вот это неплохая. Затем он перемещает изображение морды на портрет и начинает подчищать задний план. После увеличения изображения морды он кропотливо работает над тенью на портрете. Результат – оригинальная вариация классики мировой живописи. У Фенни красивый орлиный нос. Фейв Соваш – бывшая заводчица кошек и хозяйка семи корниш-рекцев. Она счастлива, что Дэвид фотографирует ее кошек, потому что является поклонницей его работы. На первый взгляд, картина кажется вам знакомой, а потом вы говорите, подождите, но я только что видел там кошку, странно. И мне нравится это удивление, это смешно. Смешна сама ситуация. Делает ли он фотографии своих питомцев или увеличивает длину их усов на портрете, или их гладит. В любом случае, Дэвид получает огромное удовольствие, будучи хозяином этих странных кошек. Мои кошки лучшие на свете, я не могу жить без них. Но, как и большинству владельцев кошек, Дэвиду однажды пришлось попрощаться со своим питомцем. Освальд был первым напарником Уилфреда, и неожиданно он заболел. Освальд был немного похож на Мерлина, он был хорошим котом. Мне было горько, потому что к кошкам сильно привязываешься, они становятся детьми для тебя. Они продолжают жить в работах Дэвида. Он надеется, что однажды напечатают книжку с его лучшими работами, но если этого не случится, он будет счастлив и дальше создавать мир, где корни Шрекса получают признание, которого заслуживают. А как тебе эта фотография хорошая? Если вы думаете о том, чтобы стать хозяином корни Шрекса, помните о следующем. Несмотря на редко возникающие проблемы с сердцем и щитовидной железой, эти аристократичные кошки обычно живут долго. Некоторые доживают до 20 лет. За ними можно ухаживать просто руками. В то время как большинство кошек вырезываются каждый день и их редко нужно мыть, существуют некоторые исключения. Если у вашей кошки блохи или она уже не может вылизать некоторые участки шерсти, ее спасет душ. Однако корни Шрексом он требуется постоянно, поскольку у них нет верхней шерсти, чтобы впитывать природные жиры. Иногда их приходится мыть раз в неделю, если шерсть засаливается. Но в условиях семьи эти кошки общительны и игривы, дружелюбны и любят повеселиться. Просто убедитесь, что у вас достаточно энергии, чтобы успевать за ними. Однажды я слышала, как описывали ад. В нем был мячик, лесенка и пять корни Шрексов. В общем, корни Шрексы обычно не болеют и долго живут. Уход за ними прост, но их нужно мыть чаще, чем других кошек. В семье эта домашняя кошка будет преданной и любящей, но может быть чересчур энергичной. Если вы ищете кошку с необычной внешностью и игривостью молодого щенка, корни Шрекс как раз вам подходит. Субтитры создавал DimaTorzok